друзья давайте приготовим очень вкусная морковная печи или печенье да значит я тру морковку на меленькой терочке это наверное самое сложное в этом печенье сейчас взвешу посмотрю что сколько у меня получилось решила затереть на 200 грамм морковки течение настолько вкусное что быстро ушло в этот раз хочу сразу сделать немножко больше тем более приезжает лёшек может быть он потом с собой возьмет будет в москве кушать в поезде в общем всю большую морковку я и стерла а так вообще можно конечно же увеличивать в рецепте продукты уменьшать зависимости какая семья но хочу сказать что печенька очень-очень вкусная так сейчас взвешу за кадром взвешу у меня желтая эта миска весит где-то 200 с чем-то грамм на весах 637 ну наверное грамм 400 здесь клуб морковки чуть не сказала клубники вот можно сделать на 200 грамм но повторюсь печенье очень вкусно и осторожно значит сюда я добавлю можно разрыхлите нужно соду ну получится наверно чайная ложка сейчас погашу и уксусом уксус у меня яблочный вот ну на 200 грамм уменьшаете значит пол чайной ложки соды сейчас достану сахар в прошлый раз я кстати добавляла мед но в этот раз у меня меда мало поэтому я 1 1 2 3 вы наверное вот такую четвертую 4 ложки сахара грамм 100 растительного масла я вот так вот замечу приблизительно сколько это вот так вот пальчик поставлю ну а вы там отмеряете вот у меня мерка все на глаз нам 100 растительного масла обязательно добавляю соль для баланса вкуса ну вот так вот щепотку соли можете когда добавляете соль сахар поскольку это кристаллы думать о чем-то хорошим может быть загадать желание и попросить вашу соль или сахар чтобы они исполнили ваше желание это такая бытовая магия и причем она работает вот уже за счет соли и сахара такое же деньгая стала такая морковка дала сок еще сюда я добавлю семена черного тмина вот такие я покупала как-то на вал берез я их добавляю и в хлеб и в печенье ароматище но вот такую чайную ложечку сюда это ваш иммунитет это противоглистная в общем лишним не будет ну и еще это очень вкусно сюда же я добавлю пару жменик изюма и наверное добавлю одно яйцо в прошлый раз я делала без яйца в этот раз попробую с яйцом можно сюда добавить но какие-то сушеные фрукты которые вам нравятся и конечно не яблоки может быть вишня может быть финики я добавила изюм потому что у меня был изюм теперь я буду использовать вот такие хлопья как-то я вам показывала хлопья из светофора любые овсяные хлопья их нужно перемолоть в блендере я уж не буду показывать как это делается вот в такую крупу это будет служить нашей мукой ну на 400 грамм где-то наверное 400 грамм муки здесь у меня 420 грамм где-то так ну в общем добавляю мешаю и смотрю больше меньше важно получиться такая консистенция для того чтобы мы потом могли это все выложить на противень и раскатать в прошлый раз я еще добавляла обычной муки буквально там пару ложек сейчас мы оставим наше тесто попробуйте может быть вам там сахара четыре ложки мало может быть кому-то много у всех разный вкус я сейчас попробовала все-таки я добавлю еще немножко меда не как будто не хватает сахара вот остатки сладкий как говорится наверно ложечку ну да я добавлю вообще я люблю импровизировать сейчас он растает здесь в общем получится такое овсяно-морковное печенье хорошо размешиваем нужно оставить будет чтобы овсянка разбухла все пока оставляем но где-то грамм 400 у меня получилось вот этих овсяных хлопьев которые прошли через блендер все оставляем где-то на полчаса пусть отдыхают тесто набухает ну что осталось чуть-чуть я включаю духовку на пока на 200 градусов пусть уже греется что я забыла еще сюда положить так это кунжут можно положить измельченные орешки я вот оставлю немножко кунжута потом сверху посыпать сейчас видите как тесто постояла вот оно прям такое набухло духовку я уже включила сейчас кунжут вмешаю в тесто забыла про кунжут думаю что то я забыла стала вспоминать и вспомнила что забыла про кунжут так наверное нормально теперь противень хорошо смажем маслом растительным прям хорошо и все дело за малым сейчас выложим сюда тесто и ручками его распределим сейчас посмотрю в прошлый раз делала их тоненькие мне показались суховатые немножко в этот раз сделаем их немножко потолще равномерно посмотрела статистику видео своей творческой студии где рассказываю про воду про дистиллятор про здоровый образ жизни и поняла что это видео совсем не интересно люди отписываются уходят и в общем сделала вывод что эта тема не интересно может быть покажу овопометр как он выглядит сколько стоит и на этом все снимать видео делать какие-то опыты тратить на это время силы монтировать это тоже все время и силы и получить вот такой результат как-то не хочется так что скорее всего я эту тему дальше на канале рассматривать рассматривать не буду кому интересно тот найдет нужную информацию хотя ее не честно скажу не так уж и просто найти всякого мусора полно так а теперь есть у меня вот такой вот нож для пиццы и я сразу вот так вот делаю сейчас приблизительно посмотрю что-то я наверно как-то погорячилась ну ладно вот этим ножом разрезаю можно ромбиками сделать в общем как какую какие печенюшки вы хотите размерами такие делайте их потом легче будет раз соединить если вот так вот разрезать если нет ножа для пиццы можно просто обычным ножом это сделать вот так и оставшимся кунжутом духовку сначала поставлю на минут 20 на 180 градусов и буду смотреть не помню если честно сколько я выпекала все духовочку очень хорошо разогрелась я ставлю духовку вот вверх-вниз все она конечно разогрелась я тут вообще температуру забабахала сразу большую ну в общем сейчас убавляю на 180 и завожу на минут 20 часики пусть пусть печется мы потом покажу результат ну что друзья 20 минут прошли сейчас я зубочисткой попробую пальчиком не пойму мне кажется хватит сейчас я сделаю выключу духовку вообще просто ее прикрою и пусть они камера дернулась пусть они еще минуточек да что ж такое задеваю камеру и все минуточек пять пусть постоят ну что друзья пять минут прошло хочу чтобы вы видели как хорошо все отходит видите только аккуратненько она горячая еще мне не терпится его попробовать вообще конечно лучше бы она остыла вот здесь потом разделю она легко разделиться вот видите это вкуснота необыкновенная сейчас все достану подожду пока остынет ну и потом попробуем ну что друзья получилась вот такая тарелочка очень вкусного печенья я здесь налила себе компот вчера варила из сухофруктов сейчас я вам покажу какое оно получается вот если в разрезе еще не совсем остыло но я не вытерпела и попробовала очень рекомендую это печенье простое из доступных продуктов ну и надеюсь полезное здесь нет пшеничной муки здесь хлопья овсяные хлопья или попросту говоря геркулес перемолотый в блендере и здесь морковка для нашего зрения всем приятного аппетита ну а я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока